итак всем привет меня зовут сергей гусев добро пожаловать на мой канал сегодня я собирался поговорить о том как написать портрета la prima достаточно большого формата 80 на 80 сантиметров маслом на холсте за один сеанс уже подготовил данный ролик но здесь произошло событие которое немного изменило мои планы что же именно случилось дело в том что мне социальные сети скинули видео и спросили мое мнение что я думаю по этому поводу я посмотрел ролик почитал комментарии под ним и несколько удивился в таком скорее негативном смысле дело в том что в этом видео художник на youtube и показывает как можно самому сделать краску масляную краску используя пигмент и масло который по сути для этого не предназначены другими словами можно купить где-то пигмент который используется в промышленности в производстве как краситель для окрашивания каких-то поверхностей и смешав его с подсолнечным маслом сделать краску которую можно успешно применять собственной живописи и поверьте друзья почитав комментарии я понял что многие не понимают что такое масляная краска и насколько ответственно надо к ней относиться дело в том что пигменты которые используются в профессиональных красках очень высокого качества и предназначены именно для профессиональной масляной живописи и большие производители большие компании заботятся о этих пигментах о их качестве без конца их тестируют проверяют как они реагируют друг с другом как они себя ведут по истечении определенного срока времени склонны ли они к почернению к выцветанию по желтению к растрескиванию и так далее на самом деле многие производители разрабатывают рецепты масляных красок даже не десятилетиями а уже столетиями при этом используют только высококачественные пигменты но еще и высококачественное масло льняное как правило отбеленное таким образом профессиональные масляные краски можно использовать в масляной живописи и не бояться что со временем они будут желтеть чернеть растрескиваться или выцветать крупные производители гарантируют что в течение ну минимум 50 лет как правило даже 100 лет эти краски не меняют своего изначального вида то есть картина которая была написана этими красками будет выглядеть примерно также через 50-100 лет а может быть даже и больше но конечно это зависит также от условий хранения но это уже немного другая история если же вы используете пигменты или краски которые не предназначены для масляной живописи то никто и никогда не может гарантировать вам сохранность данной работы другими словами вы не знаете как данная краска поведет себя через год через пять лет или через двадцать лет конечно вы можете возразить и сказать что можно писать какие-то быстрые работы которые по сути не важны но с другой стороны какой-то смысл вообще их писать если скажем через год через два можно их выбросить я знаю что многие пишут на продажу многие любят дарить свои работы поверьте к таким работам надо относиться очень ответственно и даже если вы пишете какой-то быстрый этюд которые вам кажется на данном этапе очень незначительным или даже не удачным поверьте через год через пять через двадцать лет можете сильно изменить свое мнение возможно живопись на данном этюде покажутся вам интересный возможно вам покажется что вы достигли как-то других эффектов результатов высот в этой быстрой работе таким образом конечно же очень важно хранить свои работы, смотреть, как вы развиваетесь как художник. И для этого, безусловно, надо заботиться о качестве материалов. И краски играют огромную роль в данной ситуации. Следующий очень важный момент – это связующие. То есть в масляных красках используется пигмент, который должен быть высокого качества и предназначен для масляной живописи. И связующие, то есть масло. Разные производители используют разное масло. У них есть свои технологии отбеливания и так далее, уплотнение этого масла. Но ни в коем случае нельзя использовать обычное масло, которое используется для приготовления пищи, подсолнечное масло. Оно, во-первых, практически не высыхает полностью. На это иногда уходит недели, месяцы или даже больше времени, в зависимости от количества. И оно желтеет со временем. Оно изначально достаточно желтое, но со временем оно становится еще более желтым, и живопись приобретает такой неестественный, очень теплый оттенок. Соответственно, такое масло использовать нельзя. То есть теоретически вы можете сами делать масляные краски, безусловно, при этом покупая пигмент, который для этого предназначен в художественных магазинах, и масло, которое предназначено для масляной живописи. Просто смешивая эти компоненты у себя дома в мастерской. Да, такие краски, безусловно, подходят для живописи. И некоторые художники даже сегодня изготавливают самостоятельно масляные краски. Хотя вы можете купить краски очень высокого качества, выбор огромный, цены разнообразные. И поверьте, если вы не пишете каждый день с утра до вечера и очень пастозно, вам не надо очень много краски. Поэтому покупая один большой тюбик, например, охры, лимонный желтый, ультрамарина, кадмия красного, вам хватит того на несколько месяцев, скорее всего, или даже больше. Поэтому поверьте, экономия в данном случае не приведет к каким-то хорошим результатам. Надо учиться с самого начала ответственно относиться к своим работам, ценить их и использовать хорошие материалы. И да, при этом надо сделать оговорку, что я абсолютно не против любого вида творчества. Вы можете писать абстракцию, реализм, гиперреализм, пейзаж, портретный тюморт, абсолютно все, что вы хотите. Выбор только за вами. Но, на мой взгляд, надо очень внимательно и ответственно относиться к выбору материалов. И масляная краска, естественно, это очень важный компонент масляной живописи. Это первое. Второе, о чем я хотел поговорить, это основа под живопись. Я немножко посмотрел видео в ютубе, не часто я это делаю, но решил немножко пройтись и посмотреть, что предлагают другие художники. И снова был удивлен, тоже в негативном ключе, когда я увидел, что один художник предлагает использовать не льняные холсты, а, например, холсты из хлопка или бумагу, или даже не холст вовсе, а ткань, которая не предназначена для живописи, а, извините, используется как постельное белье. При этом она сделана из хлопка и очень тонкого хлопка. Здесь надо понимать, что важны не только масляные краски, но и основа под живопись, то есть основы, на которые мы наносим эти самые масляные краски. В идеале использовать холст, льняной холст, специально предназначенный для живописи, и в идеале использовать бельгийский лен, который представляет собой очень прочную и очень качественную, долговечную основу под живопись, используется художниками, профессионалами во всем мире на протяжении, наверное, уже столетий и также широко применяется в реставрации. Не надо писать на хлопковых холстах, ни в коем случае нельзя писать на ткани, которая даже не предназначена для живописи, которая обладает очень низкой плотностью, она элементарно будет провисать, а если же вы будете писать мастихином, то вы рискуете ее просто порвать даже в процессе живописи, потому что она очень тонкая, даже если вы ее проклеите и загрунтуете, она также будет очень непрочной и, скорее всего, через какое-то количество времени, год, два, пять, основа эта начнет разрушаться и, соответственно, разрушится ваша живопись. Ни в коем случае также нельзя писать на бумаге, которая предназначена для Xerx, для принтера, она очень тонкая, даже если вы ее загрунтуете, она очень тонкая и очень недолговечная основа под живопись. Если даже вы хотите использовать бумагу, то в идеале ее натянуть на планшет, проклеить ее два раза, два раза загрунтовать, тогда вы ее можете использовать, хотя все же, повторюсь, лучше использовать льняной холст. Я понимаю, что многие, кто смотрит данное видео и другие видеоролики на ютубе, непрофессиональные художники, многие только начинают свой путь, многие не совсем понимают технологию живописи, ту ответственность, которой надо подходить к выбору материалов и поэтому легко верить таким роликам, где сказано, что можно использовать самодельные краски, где можно использовать бумагу как основу под живопись. Поверьте, я видел достаточно много результатов такого безответственного отношения к выбору материалов, даже когда учился в академии художеств. Поверьте мне, такие работы не живут долго. Краска начинает растрескиваться, осыпаться, жухнет, чернеет и это происходит не через 50-100 лет, а через год, два или пять. Поверьте мне, даже если вы только начинаете свой путь в живописи, вы должны достаточно ответственно относиться к материалам, которые вы выбираете и желательно, чтобы у вас была некоторая информация об этих материалах. То есть, прежде чем что-то покупать, почитайте, ознакомьтесь с литературой, посмотрите, какие краски, как себя ведут в смесях, какого производителя лучше взять и какой холст. Снова повторюсь, что на выборе материалов, даже если вы только начинаете свой творческий путь, экономить не стоит. Потом будете сами жалеть, когда увидите, как ваши работы будут разрушаться прямо на ваших глазах. Итак, я думаю, на этом я закончу данный урок. Надеюсь, что было интересно и полезно. Обязательно напишите в комментариях, что вы думаете, какие краски и холсты используете вы. Не забывайте ценить ваше творчество, любите то, что вы делаете. Как всегда, вам желаю творческих успехов и до скорой встречи на этом канале. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok